Наталья Кузнецова, генеральный директор компании «Бонтон», и тема Натальи «Бизнес-класс столицы. Взгляд в будущее». Все знают, что растущий спрос на квартиры в массовом сегменте ставит в дыдар в будущее более дорогих классов, в частности бизнес-класс. Но тем не менее, в последнее время все больше площадок выходит именно в этом сегменте, и мы сейчас рассмотрим тенденции развития бизнес-класса, почему зелёный образ ставит, не боятся делать ставку на данный сегмент, и в чем гибкость данного сегмента. Тенденция первого квартала 2018 года стала то, что более активно был выход именно бизнес-класса. То есть всего за первый квартал 2018 года вышло 12 новых площадок и 23 новых корпуса уже реализуемых проектов. Это 270 тысяч квадратных метров жилья или 4,5 тысячи лот. Из 12 новых площадок 7 относятся к бизнес-классу. И на сегодняшний день доля комфорта бизнес-класса в границах Старой Москвы сравнилась по 42%. Если посмотреть на показатели спроса. Если посмотреть на динамику спроса, то спрос на жильё бизнес-класса за последние 3 года вырос в 7 раз. Интересным фактором здесь является то, что рост спроса в бизнес-классе поставим с комфорт-классом, и динамика прироста параллельна. И естественно, что продажа больше именно в комфорт-классе, но в бизнес-классе он не уступает своей популярности и не только находит своего потребителя, но и показывает хороший прирост. Следующий. Ой, что-то я тут... А, вы листаете. Хорошо, спасибо. Итак, что происходит у нас с ценами на бизнес-класс и именно с среднеизвешенной ценой с начала 2015 года. Больше всех классов ценовую коррекцию потерпел именно бизнес-класс, и его среднеизвешенная цена уменьшилась на 12,9%. Если сравнивать комфорт-класс, то это показатель составляет 7,5%. Можно следующий слайд тогда, чтобы рассмотрим средний бюджет покупки, средний чек. За последние... Да. За последние 3 года средняя цена покупки в бизнес-классе уменьшилась на 15%. Если мы сравним комфорт-класс, то это показатель будет 8%. И если возьмем в краткосрочном периоде, первый квартал 2018 года, то здесь разноправленная динамика по классам, комфорт-класса и эконом-класса, стандартное жилье, они показали уменьшение в рамках стандартного грешности, это 0,4-0,6%, соответственно. А что касается бизнес-класс, здесь показал рост, составил... Увеличилась среднеизвешенная цена на 1,8%, и в целом по рынку цена среднеизвешенная цена увеличилась на 1,1%. Но при этом средняя взвешенная, наверное, средняя температура по больницам не отображает полноту картины, происходящую на рынке. И так же, как и в массовом субъекте, в бизнес-класс, спрос делится между объектами, маркет-мейкерами и всем остальным рынком. И следующий слайд... Можно перелеснуть, пожалуйста. Нам... Нет, наверное, не следующий... Да, вот этот. И следующий класс нам показывает, какие объекты делают рынок сегодня, продажи делают рынок сегодня. Это на этой таблице показано 10 объектов, где продажи квартир делают 52%, здесь доли от 3 до 6% и 3 объекта апартаментов, которые также делают 53% продаж, с долей от 9 до 22%. Можно следующий слайд. Средняя площадь. Что касается по квартирам посредней площади. По сравнению с первым кварталом 2017 года в квартирах доля... Первый квартал 2017 года больше популярностью пользовались именно квартиры больших форматов, семейных, так называемых, 51 до 63 квадратных метров, и доля составляла порядка 23%. Что же касается в первом квартале 2018 года, то спрос сместился к мелким форматам. Это площадь от 39 до 57% и доля составила 23%. Если же мы посмотрим по апартаментам, то здесь обратная ситуация мы наблюдаем. Рост спроса сдвинулся к более крупным форматам. Если в первом квартале 2017 года больше популярностью пользовались мелкоформатные лоты, это 27-39 квадратных метров, то в первом квартале 2018 года больше популярностью, конечно, стали пользоваться площади от 64 до 76 квадратных метров. Увеличиваясь доля на 10%, составила 25%. В целом же по рынку мы наблюдаем уменьшение средней площади зелота по всем проектам, в среднем на 26%, и бизнес-класс здесь показал уменьшение больше всего 27%. Необходимость снижения среднего бюджета покупки, конечно же, изменяет подход к планировочным решениям квартирографии, меняет структуру квартирографии в проектах. И за приемлемый бюджет, конечно, потребитель хочет получить оптимальную для себя, для своих жизней более интересную планировку, функциональную планировку. И отсюда мы видим снижение, уменьшение нежилого пространства в квартирах, увеличение жилой площади. Появляются в проектах так называемые плодовые, которые оптимизируют пространство в комнатах. И следующая тенденция, которую мы видим в бизнес-классе, это увеличение именно доли евроформатов. Да, во всех классах появляются евроформации, но больше всего это доля сейчас в бизнес-классе. И во всех проектах, которые находятся в экспозиции, доля евроформатов в бизнес-классе составляет сейчас не менее 15%. И если мы посмотрим на следующий слайд, будут показаны объекты, где показана данная тенденция. Да, это те проекты, где большая доля евроформатов. И мы видим, что есть комплексы, где доля евроформатов составляет 100%, это ЖК, Сильвер, апартаменты, там 100% евроформатов. Что касается, сейчас можно еще следующий слайд, и я просто приведу данные, что средняя цена сейчас приобретаемых квартир составляет 14 миллионов рублей при среднеизвешенной цене квадратный метр 222 тысячи. По апартаментам средний чек это 13 миллионов и среднеизвешенная цена 245 тысяч рублей. Следующий тренд, который мы наблюдаем на рынке бизнес-класса, это спрос на отделку. И если посмотреть динамику с 2014 года, то на рынке представлено было всего, можно следующий слайд, 17 проектов с отделкой, что составляло, и большая часть, 82%, это относилось к комфорту и стандарт-классу. К сегодняшнему году показатель выжался 4,5 раза, и 23 доли рынка объектов с отделкой составляет 23%. И больше всего прирост показал бизнес-класс. На сегодняшний день в бизнес-классе в экспозиции лоты с отделкой в проекты бизнес-класса составляет 14%, это 9% с полной отделкой и 5% с предчастовой отделкой. И новые объекты, которые вышли в первом квартале 2018 года, 35% они вышли с отделкой, с той или иной отделкой. И что отсюда? То есть те законоперности, которые работают в массовом сельдмете, они также продолжают, поведенческая модель продолжает работать в бизнес-классе. Что касается потребителей, то в отличие от массового сегмента, потребители бизнес-класса больше обращают внимание на качественные характеристики проекта. И здесь гибкость данного... И вот как раз в этом моменте проявляется гибкость данного сегмента, и где можно комбинировать и сочетать различные характеристики. И по проведенному нами опросу потребителей бизнес-класса можно следующий слайд, выведенный перед этой отделкой. Да, это слайд с отделкой, где показано в каждом сегменте, какую долю занимает тип отделки. Если мы посмотрим, то как раз вот... Бизнес-класс и все остальные, по сравнению с другими. Можно следующий слайд. И это предпочтение покупателей... Приведен опрос среди наших покупателей объектов бизнес-класса. И выведены критерии, которые на первое место ставит тот или иной потребитель. И, соответственно, сейчас очень много людей вкладывают в образование своих детей. На первое место это близость к школам хорошим, дошкольным учреждениям. Это, естественно, это близость к скверам, партам, к набережным. Естественно, близость к метроам, цикотранспортная доступность, наличие отделки и интересная архитектура. И, соответственно, кроме того, при выборе проекта потребитель исходит из того, как будет развиваться дальше этот проект и его ценность в будущем. И, наверное, напоследок я хочу сказать, что рынок недвижимости на сегодняшний день все классы переживают переломный момент и бизнес-класс не исключение. И, конечно, тот увеличивающийся объем продаж в комфорт-классе и определились четкие границы класса. Это способствовало именно на государственном уровне определение критериев стандартного жилья. И тот увеличивающийся объем спроса в комфорт-классе, он, конечно, может перетянуть на себя часть потенциальных потребителей бизнес-класса. Зачем, грубо говоря, переплачивать за высоту потолков, за близость метро, когда можно те же самые деньги вложить, купить комфорт-классу и увеличить площадь приобретаемого лота. Но, на мой взгляд, нет, это не так, потому что бизнес-класса – это точно не высота потолков и не близость метро. Это, помимо этого осязаемого качества жизни, это сформированный уже хороший именно статус жильцов. И все это позволяет найти своего потребителя. Здесь главная проблема в том, что оптимизация данного класса именно к реалиям жизни, к реалиям рынка. И хороший лот, хороший объект в правильной партирографии он всегда найдет своего потребителя. Спасибо большое, Наталья. Есть ли вопросы? Да, Анастасия, пожалуйста, у нас вопросы. Будьте любезны, представляйтесь. Юлия Рыжкина, индикатор рынка недвижимости. Наталья, спасибо за доклад. Не могли бы Вы назвать основные черты и основную разницу между теми проектами-лидерами в бизнес-классе и проектами, ну, скажем, всем остальным вот этим рынком, которые в спросе отстают? То есть, какой проект в бизнес-классе может быть успешным и востребованным? Ну, я, наверное, повторюсь, здесь прежде всего это правильная разумная партирография. Это, соответственно, качественные характеристики проекта. Будь то наличие в то же время архитектурных решений, так или иных. Это, конечно же, локация и близость транспортных, близость метро, МЦК и так далее. И в совокупности все эти черты, все эти характеристики объекта, они и дают хорошие показатели именно по продаже. Пожалуйста, еще вопросы. Тогда, Наташа, у меня вопрос. Вот кратко, как вы видите рынок через пять лет, рынок недвижимости, основной тренда? Я тут не могу сказать, что будет после 1 июля 2018 года, а через пять лет для меня вообще, наверное, я не возьмусь на себя таких смелостей предсказывать. Хорошо, рынок будет. Сергей, что вы думаете, как через пять лет основные тренды введите, рынок не будет? Хороший вопрос. Я вот обращаю ваше внимание, коллеги уважаемые, что год назад у нас в начале года были такие, знаете, панические возгласы, что все пропало, рынок будет терять 30% каждый год. Прошел год. Оказалось, что объем рынок, объем сделок у нас вырос. В нем, на самом деле, ну, как бы минимум. В Старой Москве 30% прибавилось, Новая Москва выросла 50%. Про Новую Москву говорили, что это абсолютно потерянная локация, ничего не нужна. Она потерянная локация, 50 прибавила. 50, половина сделок по сравнению со Старой Москвой. Все, значит, говорили, что будут цены падать. Комфорт-класс был на плата, 150. Вот у коллег похожая аналитика, там, 148-155. Это все было в течение двух лет. Бизнес-класс снижался с 240 до 220, с небольшими там сезонными падениями до 205-210. Но в основном снижение было за счет бюджета покупки. Да, там, меньше номенклатуры лотов по площади. И вот, собственно, все туда ушло. Можно, при этом, доля ипотеки, она еще недостаточная. То есть, по итогу 2018 года доля ипотеки даже не 50%. Там 48% в итоге получилось. У нас еще 100% оплата достаточно активно практикуется. И оплата в рассрочку, это тоже факт. Говорить сейчас какие-то там негативные сценарии строить не готов. Про 5 лет, наверное, согласен. У нас через 3 года будет проектное финансирование, как планируют. С июля до июля, я думаю, все, кто не успевает выйти, обязательно выйдут. Учитывая, что у нас начался просто какой-то психоз. Сейчас с января компания по 5 уже новых проектов выходит на рынок. Успевают все. Все успевают до июля. Я думаю, что сейчас еще выйдут ТПУ. Все, кто успеет, я думаю, там люди меньше привязаны к 1 июля. Подождут, все отработают, выведут до конца года. У нас появится новый ТПУ. Мы протестируем этот продукт. Он очень интересный. И его раньше не было. Мы его по факту протестируем. Я думаю, что сейчас рынок, во-первых, сбалансирован. Во-вторых, если в сделках не будет роста, то хотя бы будет плата. Но вообще не планируется снижение спроса, по крайней мере, за 2018 год. Потому что у нас очень активно набирает темпы апартаменты. Апартаменты держат удар. Не упускают свою долю квартирам. Я думаю, что будет продолжаться небольшой отток от Подмосковья. Потому что практика показала, что по сравнению с новой Москвой, где обещали развитие и получили развитие. Обещали проложение станции метро. Получили. Вот все, что обещали инфраструктурное развитие. Может, исключением скоростного трамвая до Троицка. Тут и запоздали. Все, что обещали, все реализовали. Планы все реализуются. Все отчитываются по факту, по вводу. В Подмосковье абсолютно другая картина. Начало, по-моему, с объективного мнения. Все, немножко колебаться негативно. Чувствуется и в управлении, чувствуется и в настроении потребителей. Я думаю, что все равно отток от Подмосковья пойдет в сторону новой Москвы. И простое сравнение. Что такое Подмосковье сейчас? 135 км – это 3 миллиона на экспозиции. Это в среднем 70 тысяч за квадратный метр. Новая Москва – это 100 тысяч за квадратный метр. И порядка 800 тысяч на экспозиции. Для сравнения, Москва – это 240 тысяч за квадратный метр. И те же 3 миллиона. Ну, чуть больше. Чуть больше, чем 3 миллиона. Соответственно, разница, по-моему, очевидна. Постепенно новая Москва будет собирать на себя весь спрос. Вышел проект в километре ТБО. Никого вообще не беспокоило. На пике 350 сделок в месяц за год реализации. 2000 квартир реализованы в сделках. Вышли два проекта. Никто вообще не почувствовал перетока спроса. Что у них было в месяц 300, там 250. В итоге получилось порядка 200, если смотреть, в целом за весь период. У других там 80-90 сделок. Ну, нет, не чувствуется. Поэтому развитие станции метро, развитие инфраструктуры. Новые территории. Квартальная застройка квартиры с финишной отделкой или вайтбоксом. Исполнение всех обязательств по инфраструктуре. Новая Москва. Как новый на сонный активный игрок, по-моему, себя показал с 19-й годом. Я думаю, продолжится все то же самое. Спасибо. Любовь, вот к вам тот же вопрос. Какие тренды вы видите? Ну, я здесь полностью согласна с коллегами, что тот психоз, который, конечно, заставил застройщиков 1 июля получить разрешительную документацию, он не может не сказаться на рынке, потому что даже если они придерживают продажи, бесконечно долго они не смогут их придерживать, поскольку, чтобы получить разрешение, нужно заплатить за землю и постоянно платить. И это будет давить на то, чтобы эти вот самые полученные разрешения превращались в квадратные метры. И в перспективе 2-3 года, я полагаю, что будет стабильность цен. Ниже-то уже просто некуда, тогда с рынка надо уходить. А выше и незачем предложения будет много, и наш покупатель будет по-прежнему быть привереден. Но в течение 2-3 лет это закончится, и начнется сокращение предложения, это безусловно начнется, потому что, во-первых, я уже говорила о том, что в градостроительном плане происходит, не творится, происходит у нас в Москве, и в том, что все-таки был большой настрой нашего государства, реализованный настрой, о выметании с рынка недвижимости небольших застройщиков. А небольшие застройщики, как бы ни было 22% пик не перекрывал, он не перекроет все 100%, а когда пика станет на общем количестве уменьшения застройщиков 70%, тогда, конечно, он уже будет выходить с ценами не на 10 тысяч дешевле, чем рядом его сосед строит, а подороже, потому что он станет монополистом. Поэтому в перспективе 5 лет у нас, безусловно, будет повышение цен. Продолжение следует...